Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие зрители мужских игрушек! Итак, вы, наверное, уже все поняли. Сегодня мы говорим о часах и говорим в месте, где работают настоящие профессионалы своего дела. Не буду углубляться, просто скажу, что ветераны спецназа свои часы не буду показывать, пока без рекламы сверяют. Только в этом салоне, это улица Ленивка, не пройдите мимо. Алло, привет! Серега, привет! Есть что-нибудь новенькое? Да, как же, для тебя всегда. Друзья, знакомьтесь, это мой близкий друг и один из лучших часовщиков в стране, я считаю, Владимир. Очень приятно. Прекрасно. Давай, присядем. Проходи. Так, хорошо. Стулья у тебя низкие, ну как раз для высоких людей. Для высоких людей. Ну что, друзья, мы сегодня будем говорить о часах. У нас сегодня пилотная передача, во-первых. Что такое пилотная передача? Мы поговорим о самых общих вещах. Что можно называть часами? Можно ли называть кварцевые часы часами? Чуть-чуть совсем заденем тему подделок, да? Поговорим, с какого ценового диапазона начинается изделие, которое можно называть часами. Потому что здесь есть у тебя и очень дорогие часы, и есть часы, которые стоят там, ну, в пределах сколько там? 300-400 условных единиц, плюс-минус, да? Да, да. И которые прекрасного качества, швейцарского производства и все. Я не буду мешать Володе, потому что сейчас говорить рядом с ним о часах лучше помолчать. Это лучший специалист. Хочу вам сказать, я сюда прихожу в это место периодически просто, чтобы поднять себе настроение. Улица Ленинская, она очень короткая. Слева этот прекрасный магазинчик. Кроме Володи здесь работают еще пару настоящих фанатов часового отдела. У меня достаточно большая коллекция часов, так получилось. Есть разные часы. Есть дорогие, но основная масса это часы такие, ну, скажем так, бюджетный вариант. Бюджетный вариант. Иногда они ломаются. Я прихожу сюда, их чиню. И каждый раз я здесь напоят кофе, пообщаюсь, что что-то новое узнаешь. В общем, я всегда посещаю это место, этот магазин, и у меня поднимается настроение. Если вы не хотите нарваться на подделку, это не значит, что надо покупать часы именно здесь. По меньшей мере зайдите сюда, вас здесь всегда проконсультируют. А правда? Да, абсолютно верно. Вас всегда проконсультируют, вам всегда... Мы только что, буквально, когда заехали сюда со съемочной группой, застал здесь женщину, обычную совершенно, которая зашла, консультировалась по поводу того, какую батареечку подобрать своим японским часам. Да? Подобрали, рассказ... Швейцарский. Швейцарский, да? Супер тонкий ланджин, да. Ну, я крайне немножко так подслушал, получила консультацию, сказала спасибо, пошла дальше, ничего, денег с вас за это не возьму. Ну что, я вижу, у тебя тут собралась неплохая подборочка, ты давай так, я тебе не буду мешать, я, друзья, ненадолго вас покину, потому что я встречаю еще очень специального гостя. Помните, я в самом начале передачи вам сказал, что здесь сверяют часы все спецназовцы Москвы, ну, тех-то понимают. А ты потихонечку расскажи, тут у тебя что-то, Грэм есть наш любимый? Да, есть, есть, это механическая модель. Я сегодня, к сожалению, не успел заехать домой перед передачей Одесса. У тебя же тоже Грэм есть. У меня есть не просто Грэм, пацаны. Друзья, сейчас вам прям покажут фрезочку, мои любимые Грэмы. Ну, вы, кстати, обратите внимание, что носят на руке часовщик. И все в этой конторе, все носят Грэм. Ну, Грэму надо дорасти, ребят. Грэму надо... Он не сказал, что он супердорогой по сравнению с другими часами? Да, это не очень дорогая категория, несмотря на то, что у них своя анафактура, качество, да. И, ну, начнем с того, что это марка, самая старая марка, самая древняя марка, которая производит на сегодняшний день наручные часы. То есть не швейцарцы? Они производятся на территории швейцарцев, но все-таки фамилия Грэма, это английская фамилия, это Лондон, да. А, это, друзья, у меня есть Грэм. Простите, зарабатывайте деньги, купите все Грэм. Так, хорошо, что тут у тебя еще есть? Здесь мы подобрали небольшую коллекцию часов. Это что? Это Болл. Это Болл, это Механика. Болл у меня тоже есть. Это Механика, да. Болл у меня есть. Это фирма, которая собирается в Швейцарии с обычными механизмами, которые достойны, надежны. По дизайну неплохо. Да, по дизайну, да, тем более хронограф здесь есть. Также здесь у нас представлена фирма Швейцмилитари, тоже неплохая фирма, довольно-таки надежная, делает хорошие механизмы. А Швейцмилитари это дань моди какая-то, или они реально поставляются? Нет, это реальный поставщик швейцарской армии часов. То есть это безусловно? Да, безусловно, да. Они делают часы, которыми комплектуются, не очень дорогими часами, которыми комплектуются бойцы. Ну, так как вы знаете все, что в швейцарской армии даже оружие покупается, соответственно, хранится у себя дома после срока службы. Все хранят оружие в своем доме. Это фистин, они тоже хорошие, хорошие, хорошая линейка именно кварцевых часов. Они входят в группу сейчас, в которой находится периле. Ну, так, в общем-то, ну, чтобы понять, что такое фистина, это, если человек-спортсмен, он знает фамилию Амстронг. Это известный гонщик, который рекламировал фистину. Ну, так и много выиграла с ней. Ну, вот тоже неплохие часы, довольно-таки молодая фирма, Техномарин. В данном случае эта модель выдерживает 500 метров, хороший каучук, без хронографа. Да, без хронографа, и цена достойная, в принципе, не очень дорогая. А, слушай, дизайн прекрасный. Да, они в нескольких вариантах, они делаются на металлическом браслете. Да, действительно, такой очень интересный. Да, и приятный, приятный каучук такой у них. А они у вас продаются, да, раньше? Да, продаются, вот даже сбоку написано 500 метров, там, чтобы не было сомнений. Я бы дачком не вижу, но появилось. Это реально так. Да, вот неплохая фирма тоже, кварцевые часы. Это новая модель, Альпина. Альпина? Да, недорогая фирма, очень хорошая. А они постоянно рекламируют что-то, как будто летчики их носят. А на самом деле, да, это на самом деле так. Альпина делала очень много часов для швейцарских летчиков Первой мировой войны, потом Второй мировой войны, ну, Второй мировой войны больше немцев. Обслуживали. Это все, все Люфтваффе заказывало часы у Альпины. Очень известный летчик, немецкий летчик, до 1933 года носил часы только Альпина. Они делали для него специальный свой дизайн и свой вариант циферблата черный с белым, для того, чтобы четко было видно в кабине время. Это лучший летчик был, ас. Но, к сожалению, он покончил жизнь и убийством, так как был не способен разделить направление Гитлера по поводу военных действий. Ну, тут его оправдывает, конечно. Мы тоже с Гитлером ничего не разделяем. Вот. Ну, также у нас в этой коллекции есть еще двое механических часов. Это Болл? Это Болл, да. Это Болл и это Грэм. То есть, ну, это старейшая марка, которая, как я и говорил, с отдельными механизмами, с отдельными кнопками. Очень много у этой фирмы изобретений, в том числе вот этот вот рычаг, который говорит о том, что это в честь того, что фирма Грэм изобрела хронограф. Хронограф был изобретен фирмой Грэм в 18 веке уже. А что такое хронограф, вот это вы расскажите. Хронограф это, ну, если быть кратким, это секундомер. Это секундомер. Для самых вот... Это секундомер. То есть, секундомер это отдельный прибор, который засекает отсечку времени, начиная от доли десятой секунды и до часов. Вот, те часы, которые оснащены секундомером, называется хронограф. То есть, кроме обычной функции в часах, еще есть хронограф. Вот мы о самых базовых вещах сегодня говорим. Вот, друзья, я все-таки побегу встречу нашего друга. Я тебе попрошу рассказать следующее. Вот, когда вот молодой человек заработал денег и идет покупать себе первые или не первые часы. Вот, на что обратить внимание? Как правильно выбрать? У нас, к сожалению, есть масса подделок, причем очень известных фирм. И вы должны себе отдавать отчет, как бы, если вам девочек в Урюпинске покорять, то, в принципе, вы можете одеть на руку. Они не разбираются. Но если вы действительно начинаете какую-то свою коллекцию, свой личный первый шаг делаете, я бы рекомендовал все-таки начинать с нормальных часов. Сейчас я оставляю маэстро, он вам все расскажет, а вы меня ждите. Я скоро вернусь. Если вы хотите подобрать себе часы, мы вам рекомендуем обязательно обращаться в салоны либо к специалистам. Так как вы можете, конечно, покупать себе их в интернете, но всегда рискуете нарваться либо на подделку, либо на те часы, которые не обслуживаются по гарантии либо по другим каким-то параметрам у нас в России. Поэтому наши рекомендации таковы, что вы должны прийти, можете прийти к нам, можете прийти в любой нормальный салон, где специалисты вам объяснят, чем отличается кварц от механики, за какие деньги вы сможете их купить и проконсультируют вас правильно, для чего вам нужны будут часы и как их нужно носить. Потому что каждые часы имеют свою специфику и они не могут быть универсальными, они не могут быть одеты под рубашку или под костюм. И после этого вы сразу в этих часах можете плавать, заниматься фитнесом или просто играть в футбол. У каждых часов есть тоже свое направление. Поэтому для того, чтобы это узнать, потрогать их, посмотреть, пощупать, потому что очень важны тектильные ощущения. То есть где-то каучук, кому-то нравится кожа, кому-то нравятся браслеты, кому-то не нравятся браслеты. Поэтому нужно приходить, обязательно трогать, смотреть. Ну и, чтобы не ошибиться в выборе, лучше это делать, конечно, в часовых магазинах, ну, скажем так, в таком, как у нас, или подобных. Но это наша рекомендация, так как мы занимаемся с механизмами и с часами высокой точности. Как мы до этого говорили, они бывают механические, бывают кварцевые. Поэтому от этого зависит и цена. В принципе, кварцевые часы, не обязательно, что они очень дорогие. Вполне возможно, что можно часы хорошего качества, с хорошим механизмом, купить за небольшие деньги. Поэтому все зависит от вашего выбора, от вашего желания и от подбора часов, которые вы хотите. А сейчас один из наших коллег расскажет вам о правилах эксплуатации наручных часов. Привет, друзья! Я хочу вам рассказать несколько способов, как убить ваши часы. Способ первый. Позвоните своим друзьям, сходите в сауну, хорошо попарьтесь, получите наслаждение, отдохните. Затем посмотрите на ваши часы и увидите мини-аквариум. Используйте ваши герметичные часы по назначению. Плавайте, купайтесь, ходите в бассейн и при этом никогда не проверяйте их на герметичность. Рано или поздно они превратятся в металлолом. Соберитесь в компании приятных вам людей, попейте благородных напитков и проверьте ваши часы на прочность. Возьмите, бросьте их в стену или с девятого этажа. И поверьте, ваши часы обязательно развалятся. Дорогие друзья, если вы воспользуетесь моим советом, приходите к нам в гости. Мы вас рады всегда видеть. Мы отремонтируем ваши часы, угостим чашечкой кофе. Мы ждем вас! Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, друзья, и наш сюрприз Рояль Кустах это Слава. Видите, мы бородатые оба Слава. Ветеран спецназа ФСБ, ветеран Альфы. И сейчас он вам расскажет, почему настоящие спецназовцы, ну ветераны уже, предпочитают свои часы покупать именно в этом салоне и почему его выбор сделан в пользу этого салона. Спецназовцам нельзя опаздывать. Знакомьтесь, Вячеслав. Прежде чем поделиться своим мнением о хороших, надежных часах, которые отвечали бы требованиям ребятам, которые служат в спецназе, мне приходят картинки из моего уже относительно далекого детства, когда мы смотрели великолепные кинофильмы, как правило, связанные с Великой Отечественной войной, и в кадрах появлялись киногерои, у которых на руке были замечательные, большие, такие массивные часы, которые прям вот завораживали. И мы, мальчишки, мечтали быть военными, какой-то военной деятельности и, конечно, иметь вот такие хорошие, надежные, красивые часы. Со временем, когда я начал служить в спецназе, действительно, необходимость в хороших, надежных часах она появилась. На тот период, в 80-е, начало 90-х годов приобрести часы, которые отвечали бы специфике работы в спецназе, это, прежде всего, водозащита, подсветка желательная была бы, и ударопрочные тяжело было найти, практически невозможно было. Оставался вариант, это просить действующих спортсменов, международников, когда они выезжали за рубеж на соревнования или на сборы, чтобы они оттуда привезли часы. Мне вот повезло, мой товарищ Владимир Семин в тот момент был член сборной страны, погребли, и я у него видел похожие часы, попросил его, чтобы накопил денег, чтобы он мне привез вот хорошие кварцевые часы с водозащитой, как минимум 100 метров, с подсветкой, и он мне привез удивительно на тот момент часы с таким серьезным названием «Железный человек», «Эронмен», и в них действительно было 100 метров водозащита, подсветка, и относительная ударопрочность. То есть я с ними и служил, и занимался спортом лет 5-6 точно, и потом даже кому-то подарил, они еще сохраняли свои удивительные рабочие свойства. С помощью моего друга Владимира я остановился на часах с коврочковым ремешком и на часах фирмы «Волл» с металлическим браслетом, которые отвечают всем требованиям как работа в экстремальном ситуации, и также их не стыдно надеть под хороший цивильный костюм. Поэтому я считаю, что хорошие надежные часы это атрибут настоящего мужчины. я лично ,